Ребята, всем доброе утро! Мы находимся очень далеко от Москвы, порядка нескольких тысяч километров. Что мы здесь делаем? Да мы отдыхаем на природе, ловим рыбу, едим уху. И сегодня будет обалденное видео, пойдемте я вам покажу. Первым делом, когда просыпаешься в такой красоте на природе, нужно пойти и сделать основные процедуры, которые вы делаете каждое утро, это умыться. А когда ты умываешь в чистейшей реке, ты получаешь моментально заряд энергии. Несмотря на то, что практически октябрь месяц, вода ледяная, градусов 5. Это просто нереально. Всю ночь ныряли, я ничего не снимал, потому что было очень темно. Да, аж ноги сводит. Мы собрали здесь замечательные компании. С нами Дэн. Всем привет, ребят. Как обычно, Дэн приехал со своим батей. Сейчас я вам всех покажу, в общем, со всеми познакомлю. Чистейшая река, прозрак. Мы вчера поймали уже рыбку. Так, Дэн, пойдем покажем, что у нас там есть. Вот судачки. Добирали мы. Вот так. Щучки, судачки. И осетр. Да? Да, стерлядочка одна. Вот такой вот осетр, именно осетр. А самое интересное, он с икрой. И сейчас мы вам покажем, как делать черную икру в походных условиях. Да. Ребята, мы разбили небольшую базу. Это Виталий Колес. Виталий, доброе утро. Доброе для кого? Дядя Юра уже завтракает. Привет, дядя Юра. Нет. Нет, давай так, как рэперы. Рэперы. Да, да, да. Дядя Юр, что у тебя на завтрак? Как обычно, рыба, мясо и пиво. Рыба, мясо, пиво. С ног до головы был. Аннерген. Там сейчас лежит просто человек под 2 метра ростом и тестирует крызак. Егор, тебе удобно? Нет, вообще удобно очень. Понятно. Ну все. Крызак вообще рулит. Да? Да. Реально? Да. Причем ты длинный и поместился. Я длинный и поместился. Мне так вообще классно спалось. Просто ужас. Я бы поспал бы еще немножко. Если можно. Ну все, давай. Приехали ребята, подводные охотники. Я так понял, что подводная охота будет у них вот серьезно на экранчике. Браконьеры, блядь. Браконьеры, блядь. Да, как настоящие браконьеры, они питаются бич-пакетами. Мы тоже взяли. Хочется покушать и покушать то, что едят мажоры, типа Александра Кондрашова, это осетр с икрой. Сегодня мы будем его кушать, да, будем его кушать. Покажем вам, как его приготовить и как приготовить укр в кустарных условиях. Никакие сухые, борщи, там еще что-то. Егор, у нас черная икра и уха. Ну черная икра, она подождет немножко. Она подождет. Ты нам всю картину мира ломаешь. Я помню, знаешь, доширак с черной икрой. Я доширак с черной икрой, да. Это круто. Сегодня у нас кухня полевая. Будем коптить осетра. Вот он у нас. Именно осетр. Вот коптильня справа. Красавец. Дэн, как быстренько живую рыбу, разделаться с живой рыбой? Быстренько разделаться. Вообще сделать вот здесь надрез. Надрез, где позвоночник. И рыба сразу же умрет. Почему? Ну все, ты мозг перерезаешь, и она умирает. И визига вот здесь идет. Которая отвечает за все группы мышц осетра. Осетра. Все, больше осетра дергаться не будет. О, обалдеть. Есть контакт. Стой, стой. Вот так это действие. Какие сложности при... Делаем рыбу с тверной кровью. Главное, не побредить желчный пузырь. Иначе рыба потеряет... Получит горький вкус, вернее. Обалдеть, тут полкило, наверное, икры, нет? Мы все взвесим. Обалдеть. Так, вот он истык. Рыба в пленке. О, рыба. Икра. Икра в пленке называется истык. Сейчас мы ее аккуратненько отделим. Вот так. Охренеть. Вот оно, ребята, черное золото. Именно это икра осетра. Просто хочу незнающим людям подсказать, что отличается осетра. Это ряд шипов один, сверху, снизу. Это тупой нос, не острый, как у стерлядей или у шипа. Соответственно, сейчас у нас черная икра самого высшего качества. Вот мы ее пока кладем сюда. Осетра мы доразделаем. Икра пятиминутка. Это икра, приготовленная больше всего это кустарным способом. Ну, вот на рыбалку мы приехали. Захотелось свежей икры, вкусной. Вот именно почувствовать вкус икры. Мы варим тузлок, это перенасыщенный раствор соль. Кидаем туда икру на 4-5 минут. Все это на марлечке откатываем. И употребляем. Она долго хранится? Пятиминутка, ну, 2-3 дня до недели. В зависимости, икра пропадает от чего? Когда вы открыли крышку, попал кислород, попали бактерии. И тогда икра начинает портиться. Для того, чтобы икра не портилась, берут маслица подсолнечное и заливают вверх, чтобы не было доступа кислорода. И тогда икра хранится дольше. Икру можно замораживать? Я вот пятиминутки. Вот сегодня мы будем делать именно пятиминутки. для чего? Для того, чтобы ее заморозить. И когда вы захотите покушать этой вкусной икры, именно пятиминутной, вы с морозилочки достали, разморозилась она в холодильнике. Не в комнатной температуре надо разморозку делать, а в холодильнике. С морозилки в холодильник. Так не только с икрой, и с мясом еще? Да, полежала она там, 4-5 часов отошла, все, кушайте. Но морозить повторно и потом кушать, она уже все, потечет, будет невкусной. В Москве вся икра мороженая, да? В Москве практически вся, да, мороженая, либо напичканная таблетками. Таблетки, ну, валидол, больше всего кладут валидол, ну, не дает икре пропадать. Успокаивает. Да, да. А еще вкусовые качества икры зависят еще от вида рыб. Ну, черные, да? Самая, считается, вкусная икра, это вот икра осетра. У нас приблизительно здесь 500 грамм осетра. Я недавно смотрел ценники на икру. Я честно скажу, что они космические. Вот, не каждый человек может себе позволить купить даже 100 грамм. 100 грамм стоит 600, 6700 рублей. Вот именно осетра. 6700 рублей. Вот у нас 500 грамм, это 30 тысяч рублей. Ну, не каждый человек может себе это позволить. Но нам посчастливилось, и мы сегодня покушаем это дело на халяву. Для того, чтобы икра хранилась дольше, ее нужно, соответственно, держать в тузлуке дольше. Приблизительно 9-10 минут. И стекать я вешаю где-то часа на 2-2,5. Вообще смотришь на марлю, как идут капли, как она стекается. Смотришь, одна капля подвисла, ну, висит. Все можно снимать, закатывать в баночку. И потом, когда друзья, гости, хорошие люди придут открывать и кушать. Осетра мы сегодня закоптим. Вот коптильню мы с собой привезли. Будем коптить его на ольхе. Ну и попробуем, какой он на вкус. Приблизительно копчение составит 1 час 30 по времени. Мы уже пробовали, очень вкусно. Ну и сварим ушица. Какая рыбалка без ухи. Так, мы достаем визигу. Вот она у нас. Делается два надреза с двух сторон. Продевается ножом вот так. Неприятная такая штучка. Сейчас увидите. Вот так достается визига. Сделали надрез и потянули. Вот она. Вот она. Ее едят еще. Я, знаете, встречался с одним рыбаком на Енисею. Они с них делают пирожки, очень вкусные. Да? Да? Старое это... Делают. Я не пробовал, но вот говорят, что делают пирожки. Может, ребята, кто скажет, как приготовить. Я, если честно, ни разу не задавался целью. Но говорят, что готовят. Экрана не сильно созревшая. Поэтому приходится ножом ее отбивать от пленки. Пленку потихонечку выкидываю. Вот так. Но она на марле останется. Вот эти вот остатки. Вот эти вот. Вот они. Они останутся... Это уже у нас чистый продукт, который пойдет... Он промоется и пойдет все это делал вот так. Раз. Будем делить четко, равными долями на все. Сливаешь на марлю. На марлю, да. На марлю слил. Потом вот так вот начинаешь ее на марле катать туда-сюда. И вся хрень, которая, ну... Ну понятно. Не выбрана. Она прилипает к марле и остается на ней. Моем черное золото. Чуть-чуть промыть. Чтобы добрать... Добрать вот такие вот пленочку. Пленочку, которая молодая. Икра. Пленки много. Не все удалось забрать. Ребят, сейчас мы варим тузлук. Вода закипела. Тут приблизительно 2,5 литра воды. Ну, засыпем килограмм соли. Вода возьмет столько соли, сколько может максимум взять. Остальная соль останется на дне. Мы ее просто через марлю потом сольем. И останется у нас чистая вода с солью. Все, кидаем соль. И будем варить, пока она не растворится. Прошло часа полтора. Наш тазучок готов. Уже пошла кристаллизация соли. Кристаллизуется уже. Твои, что ли? Заезжай в гараж. Снимаем. Место занимают. Не остужаем. Потом через марлю пропустим. Три ящика. Ребята, чтобы засолить икру, нужно минимум 7 человек. Один засекает время, второй стоит пьет пиво, а третий солит икру. Да, ну дай варежки эти. Готов? На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Все, мы их выпускаем. Теплая вода, да? Нет. Холодная? Можно холодной делать? Ну, холодной и делают. Сейчас она твердеть начнет. На третьей минуте набирать более жестче. Хорошо, посчитал 50 градусов. Что, соли? Это же антисептик. Блин, ну у тебя. Что делаешь? Я ее откатываю, ну еще в крапешки забираю. Ну, твердеет, я пленку отделяю. Еще остатки пленки. Вот, видишь, сейчас уже икра одна. Без пленки, без ничего. Да, карохотки у нас не было. Она уже твердеет. Ногти потом очень крепкие. После этой соли. Да? Мне кажется, на лицо и си намазать тоже будет нормально. Ну, это как мёрт на море. Давайте Егором маску сделаем из чёрной. Егор. Не, не надо. Хочешь лет на 10 помолодеть? Так, авторские права. Пошел отсюда. Да, Миш, привет. Как театр спроси? Как сходил в театр. Икры не поел. Прошло 4 минуты. Да, подготавливаем. Он принял ванны для рук с чёрной флей. Хорош. Вот так. Санёк уже научился давать команду. Вообще-то, делается, да? Вот так вот в марле. Да, катается. Вешается потом. И висит пока, там в течение минуты, капля перестанет собираться. И тогда уже всё. Должно таким образом стекать. Ну, в походных условиях и так неплохо, да? В походных условиях и так пойдёт. На раз покушаешь. Ну, вот так. Ну, как-то так, да? Красиво, да? Угу. Стекает. Тузлук стекает, икра остаётся, да? Да. Круто, да? Ну, да. Респекту Арухадену. Красава. Ребята всё по-братски решили поделить. Дать нам в дорогу немножко икры. Большое спасибо ветру перемен Денису. Накормил икрой нас. К сожалению, хотел он ещё накормить нас копчёной рыбой. А, сейчас я вам покажу. Нам надо ехать в Москву, потому что завтра рано утром я улетаю. Порядка 1300 километров. Мы проехали на лондкрузере 200, где-то часов за 16. Сейчас нам надо ехать обратно. Поэтому мы не останемся на пир, на праздник живота. Ребята вот сейчас будут коптить. Ух, какие лещики хорошие. Кто-то уже поехал за пивом, наверное, да? Да. Будут жарить осетра и тоже коптить. Здесь вот осётр лежит. Здесь, кстати, очень хорошая рыбалка. Помимо подводной охоты и прозрачной воды, кстати, на удивление, прозрак был метра три, наверное, я что-то попытался снять, но сильное течение, и у меня фонарь очень быстро зарядился, поэтому что мог, отснял. Рыбаки здесь ловят очень много рыбы. Буквально за сколько времени ты наловил это? Минут 20. За 20 минут, вот смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре судачка и одна щучка. Поэтому природа здесь, конечно, шикарная. Ребята, всем привет из республики Башкирия. Мы только что удачно поохотились. Денис сделал сетра. И вот свежеприготовленная, так называемая, пятиминутка. Это чёрная икра. Что я хочу сказать? Я, конечно же, попробую. Денис говорит, побольше икры, поменьше хлеба. Но я не могу так себе позволить. Икра просто рассыпается. Посмотрите на это. Хорошо быть подводным охотником. Хлеба очень много. Ребята из Сибири говорят, что хлеба очень много. Но поверьте мне, это очень вкусно. Я такой икры ещё ни разу не ел, потому что буквально несколько часов назад этот осётр плавал в реке Белая. В общем, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok